Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете прошла мемориальная акция «Свеча памяти». Этот день мы приближали как могли. Новая фотовыставка в сквере «Юность». Старые фотографии, которые пришлось, как и всегда, много работать над ними, чтобы восстановить, сделать. Состоялось ежемесячное оперативное совещание руководства округа. То есть у вас, руководители, появились собственные соратники, помощники на месте. 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Этими словами было объявлено о начале Великой Отечественной войны. В нынешнем году проходит всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти». На Аллее Славы в городе Видное отдали дань уважения тем, кто не вернулся с полей сражений. Спустя 79 лет после начала Великой Отечественной войны в 4 часа утра на Аллее Славы в городе Видное зажгли свечи в память о тех, кто ушел на фронт и остался там навсегда. С помощью полутора тысяч свечей выложили надпись «Через века, через года помним». А вокруг Вечного огня почетным караулом выстроились воспитанники военно-патриотических клубов. В честь героев войны была объявлена минута молчания. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, председатель Совета депутатов Станислав Радченко и благочинный церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин возложили цветы к Вечному огню. Три тысячи жителей нашего муниципалитета ушли защищать свою родину. С войны не вернулся каждый третий. Ровно таким же ранним утром 1941 года произошли первый выстрел, как было сказано, и четыре долгих трагических года истории нашей страны. Вот для того, чтобы все это было не забыто, мы здесь сегодня находимся. Очень важно, что события тех страшных лет сегодня не забыты и передаются из поколения в поколение. Ведь война вошла в каждый дом. Вот было пять детей в семье, вот мой прадедушка и еще четверо братьев. Вернулось только двое. Мой прадедушка как врач на войне, а остальные не вернулись. Вот они были как некоторые генералами, некоторые полковники, сержанты, но не все дошли до конца войны. В течение дня памятные мероприятия прошли в разных частях округа. В поселке Измайлово провели торжественный митинг и возложили цветы к памятнику землякам, не вернувшимся с полей сражений. Если сегодня сделать так, чтобы минуту молчания объявить во всем мире, то весь мир будет молчать 50 лет. Это очень большая цифра тех, кто погиб в нашей стране. В связи с коронавирусом в этом году акция была не столь массовой, но любой желающий мог принять участие в ней онлайн, сфотографировав горящую свечу и выложив фотографию в социальные сети. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ. В сквере «Юность» на Заводской улице открылась фотовыставка «Этот день мы приближали как могли», посвященная 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подготовили экспозицию сотрудники районного историко-культурного центра. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Около 50 фотографий, представленных на выставке «Этот день мы приближали как могли», рассказывают о подвигах воинов-земляков и о событиях, происходивших на территории Ленинского городского округа в годы Великой Отечественной войны. На экспозиции показан вклад тружеников тыла, которые вместе с солдатами ковали победу в невероятно трудных условиях. На этой выставке мы хотели рассказать о людях с нашего района, которые были на фронте, также которые помогали в тылу рассказать о наших колхозниках, которые собирали урожай, снабжали фронт продуктами. На четырех стендах, расположенных в уютном сквере «Юность», посетители смогут увидеть фотографии, на которых запечатлены такие исторические события, как формирование 1-й ленинской дивизии народного ополчения, героические фронтовые эпизоды, работу в тылу, на строительстве оборонительных укреплений, в госпиталях и на предприятиях района. Отдельный стенд посвящен фотографиям редких эпизодов отдыха советских солдат. Родственники тех, кто воевал, и сами ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла, они приносят фотографии к нам в центр, мы их бережно храним, и вот на таких выставках мы их показываем нашим жителям, мы их публикуем в газетах, книгах. Сотрудник районного историко-культурного центра Владимир Меньшов признается, что обрабатывая кадры, смог погрузиться в историю тех событий. Старые фотографии, которые пришлось, как и всегда, много работать над ними, чтобы восстановить, сделать, чтобы они имели, как бы сказать, нормальный вид, чтобы люди могли разобраться, что на них есть. Сквер «Юность» расположен недалеко от дома Валентины Шевякиной. Ведновчанка рассказывает, что регулярно посещает экспозиции, которые здесь проходят. Остановлюсь, смотрю фотографии, смотрю, как прочитаю все, где они, что к чему, они что воевали. Экспозиция открыта в преддверии 22 июня, Дня памяти и скорби, и назначенного на 24 июня парада на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Познакомиться с фотоработами можно до середины августа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В районном центре культуры и досуга после вынужденной паузы в связи самоизоляции прошло ежемесячное оперативное совещание. Руководители муниципальных управлений, служб и территориальных отделов доложили об итогах своей работы и состоянии дел на территории Ленинского городского округа. Подробности в нашем следующем сюжете. Ежемесячное оперативное совещание, совпавшее в этот раз с Днем памяти и скорби, началось с минуты молчания. Затем председатель Совета депутатов Станислав Радченко сообщил о том, что из пяти ранее избранных депутатских комиссий уже работают четыре. Бюджетная, комиссия по здравоохранению и соцвопросам, по ЖКХ, а также вопросам строительства и транспорта. Для своевременного решения проблем жителей также вводится институт кураторства. Мои заместители, их три, они теперь поделили между собой отделы, вновь образованные, соответственно, они будут заниматься и курировать вопросы исполнения как наказов, так и проблематики в взаимодействии с руководителями территориальных отделов. То есть у вас, руководители, появились собственные соратники, помощники на месте. Продолжается прием заявлений в первые классы школ муниципалитета. На данный момент уже принято 2780 будущих первоклассников. Во всех детских садах работают дежурные группы. Сейчас их посещают 927 дошкольников. Аттестаты выбраны всем выпускникам 9-11 классов. За исключением тех, кто уважительно в лечении смог присутствовать на вручении аттестатов. Эта работа также проведена. Активный ремонт наступил работы по подготовке единого государственного экзаменов. В поликлиниках поэтапно возобновляется прием узкопрофильных специалистов. С июля должны заработать амбулатории в поселениях. Открытие после ремонта третьего хирургического отделения в связи с пандемией отложено на август. 22 июня, до сегодняшнего дня, уже возможно проведение анализа на инфаркции желающих, в том числе и здоровых, и под здоровых, для того, чтобы оценить напряженность и инновесные инфекции. Для этого нужно записываться через портал МОСЭК.РУК, Центр губернатора, ну и также через информацию, который находится в работе. Открывшиеся недавно многофункциональные центры продолжают оказывать жителям весь перечень услуг. Кроме тех, что могут быть выполнены удаленно. О своей работе отчитались также главы территориальных отделов и основные управляющие компании, работающие на территории муниципалитета. Многие из них указали на периодические сбои в вывозе твердых бытовых отходов, а также несвоевременную замену поврежденных контейнеров. Глава муниципалитета Алексей Спаский поручил разобраться с ситуацией и наладить своевременный вывоз мусора. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТРА. По инициативе депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Гаджимурада-Гаджимурадова на Петровском проезде, что в Расторгуеве, состоялся долгожданный субботник. Приводить территорию в порядок коммунальщикам помогали местные жители. Вместе за два дня им удалось избавиться от сухостоя и поваленных деревьев. Подробнее в репортаже Юлия Пагасьян. Территорию за домами номер 14 и 16 на Петровском проезде в порядок не приводили около 15 лет. Об этом свидетельствуют старожилы. Заросли в полисадниках стали плотной завесой для солнечного света. В результате сырость и грибок на фасадах и в квартирах. Это были дебри. Это даже не дебри, а джунгли за 16 домом. На первых и вторых этажах было очень темно. Но, к сожалению, свет у нас загорел круглыми сутками. Организовать здесь масштабный субботник – идея депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Гаджимурата Гаджимуратова. Заручившись поддержкой сотрудников Дорсервиса и управляющей компании, вместе с местными жителями он вышел на уборку. Убрали сухостойные растения, произвели опиловку. В планах продолжить благоустройство. Хотелось бы дальше, чтобы идти со временем. У нас продвигается благоустройство, сделать проект совместно с жителями. Узнать, что хотят, сделать рекреационную зону, дорожки, чтобы могли люди гулять, заниматься спортом, пробежками, велосипедами кататься. А за домом номер 14 по Петровскому проезду, помимо уборки, рабочие подготовили территорию вдоль тротуара для дальнейшей установки столбов освещения. В ходе предвыборной программы люди просили, это затемненно очень получился со временем участок. Люди с автобусной остановки идут и к 14, и к 16, и к 20, и к 18 домам. Идут большая протяженность дороги, большая протяженность дороги неосвещенная. Мы хотели сделать нормальное освещение, как и обещали. Теперь старшие по домам собирают пожелания соседей, какие новые зеленые насаждения они хотели бы видеть вокруг своих домов, чтобы отправить заявку в отдел озеленения администрации Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Татьяна Брылова, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. В здоровом теле – здоровый дух. Под таким девизом в Центральном Видновском парке состоялась утренняя зарядка. Таким образом, ее организаторы решили отметить день здорового образа жизни. Побывала на мероприятии наша съемочная группа. Подробнее расскажет Максим Козлов. Более 40 мальчишек, девчонок, а также их родителей не испугал не только что прошедший дождь, не сложная эпидемиологическая обстановка. Просьба встать на расстоянии, чтобы у вас позволяла дистанция, а взрослым отойти подальше и одеть масочки. Спасибо. Вела зарядку преподаватель Развилковского центра «Дельфин» Александра Рахвальская. Все упражнения с элементами аэробики. Делайте, делайте, делайте зарядку. Будете, будете, будете в порядке. Таким образом, жители Ленинского городского округа решили отметить праздник, о котором, к сожалению, знают немногие. Мы сегодня собрались в детском парке для того, чтобы отпраздновать праздник, который сейчас в Подмосковье сегодня отправляется. Это День здорового образа жизни. И мы хотели бы, чтобы эти зарядки состоялись на протяжении какого-то времени. Постоянно мы с вами встречались бы и участвовали в этом. 20 минут зажигательных танцев не смогли оставить равнодушными даже тех, кто пришел сюда, как говорится, за компанию. Организовали и приняли участие в зарядке члены местного отделения партии «Единая Россия». Приглашение, которое мне поступило, я сразу с него тыкнулся. И сегодня на этом мероприятии замечательное настроение. Как говорится, в здоровом теле и здоровый дух. Планируется, что подобные мероприятия не только станут проводиться на постоянной основе, но и будут организованы в других поселениях Ленинского городского округа. Будьте здоровы! Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания.